Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас продолжается сейчас вторая серия, большой сериал, посвященный войнам Израиля. Записываю я это дело 2 января уже 2023 года в Киеве. За окном у меня плюс 10, с этой стороны окна плюс 22, уже довольно жарковато. И, как вы видите, достаточно светло. Прежде чем перейдем к содержанию, у меня есть просьба к добрым людям, к тем из вас, кто считает, что то, о чем мы говорим, не только интересно, но и общественно полезно. Я это так считаю. Прошу вас не забывать лайкать, подписываться и теребонькать колокольчик, чтобы эти полезные знания стали доступны большему числу людей. А теперь замечание, одно уточнение по поводу предыдущей первой серии, во время которой я рассказывал про положение евреев в странах мусульманского Востока. Сказал, что их там держали на положении людей второго сорта. Это так и есть. Это совершеннейшая правда. Тут ничего не надо исправлять, но правильно будет внести эту правду в реальный исторический контекст. А именно, в те времена, когда правили первые правильные халифы и их последователи, да, действительно, евреи в странах мусульманского Востока держали на положении людей второго сорта. А в это время в христианской Европе к ним относились как… Нет, к ним относились хуже, чем к опасным животным. Ну, опасных животных, там, бешеных собак, тараканов, ну, просто убивают. А евреев в христианской Европе убивали массово с исключительным садистским старанием, с исключительной жестокостью, которую обычно люди не проявляют по отношению даже к вредным животным. Таков был реальный исторический контекст. Это надо иметь в виду, когда мы говорим о тяжелом положении евреев в странах мусульманского Востока. И то, что это именно так и есть, подтверждается не моими словами, а реальным перемещением людей. На протяжении всего его средневековья из стран христианских, христианской Европы, евреи бежали в страны арабского. Это не всегда был Восток. В мусульманские страны бежали на Пиренеи, на территории современной Испании, где были цветущие государства арабские и мусульманские. Бежали, в частности, и в Османскую империю, когда такова империя создалась и захватила значительную часть Юго-Восточной Европы. То есть это действительно было, это перемещение людей, подтверждая то, о чем мы говорим. Есть и третья сторона этой правды, которая заключается в том, что в странах христианской Европы сначала была эпоха реформации, потом эпоха Возрождения, потом эпоха Просвещения, потом эпоха буржуазно-демократических революций. А каковы революции? Реформы революционного толка привели к тому, что мы уже где-то в середине XIX века, то есть примерно за сто лет до тех событий, которые мы сейчас обсуждаем, произошло то, что в истории европейского евреи называется эмансипация, освобождение. То есть им были освобождены от тех ограничений, которые были. Им было, по крайней мере, на бумаге подоставлены равные права со всеми прочими группами населения. Это еще одна часть правды, которую тоже надо иметь в виду. Четвертая часть заключается в том, что наши передачи так бесконечно и безнадежно затянуты, и я прошу публику отнестись с необходимой в данном случае толерантностью к невозможности, невозможности мне комментировать каждую мою фразу, иначе наши передачи будут пятичасовые, мне их будет очень трудно смотреть. На этом все замечания закончились, и мы переходим к сегодняшней второй серии. Кратчайшее содержание предыдущей серии перед вами на экране. После того, как Османская империя, так же, как и Российская империя, как Австро-Венгерская империя Гасбургов, рухнула, не выдержала испытаний Первой мировой войны, на территории этой Османской империи начали создаваться новые государства, в частности, вот тот кусок земли, который перед вами, совпадающий с границами исторической Палестины по обе стороны реки Иордан и Мертвого моря, вот эта территория была предоставлена Англии, Лига наций в 1922 году предоставила Великобритания, Британской империи, мандат на создание еврейского национального дома на этой территории. 22-й год. Решение Лиги наций. Никакого арабского государства там не было последние 400 лет. Эта территория разгромлена и рухнувшей, исчезнувшей с карты, с карты политической карты мира Османской империи. Первое, что сделали британцы, получив мандат на создание еврейского национального дома на этой территории, они разделили ее, как вы видите, отнюдь не пополам, а большая часть, то, что по картинке справа, то есть к востоку от Иордана, на этой территории было создано арабское государство, хашемитское королевство Транс-Иордания. Хашемит – это такой арабский род, причем привезен очень далеко, с юго-арабийского полуострова. А вот слева по картинке, то есть к западу от реки Ордан, между Средиземным морем и Орданом, англичанам положено, уж на этой территории англичане сказали, что в исполнении данного им Лигой наций мандата они создадут еврейский национальный дом. Это создание заключалось в том, что англичане сначала пресекали, а потом просто жестко, жестко пресекали еврейскую иммиграцию. А в 1939 году, когда уже начиналась война и начинался геноцид гитлеровский, англичане ввели так называемую Пятую Белую книгу, по которой в год могло приехать не более 15 тысяч еврейских беженцев, причем это не было на бумаге. Это корабли караулили в море, это патрулировали на берегу. А в результате к 1947 году население этой подмандатной, вот то, что на карте слева, подмандатной Палестины выглядело так. 58% мусульман, большей части арабов, хотя были и другие представители мусульманских народов, которые туда бежали из развалившейся Османской империи. 1 миллион 135 тысяч мусульман, 58% населения, и 650 тысяч еврейских переселенцев, 33% населения. Еще раз повторяю, 650, а не 6,5 миллионов, только потому, что британцы, вооруженной рукой, пресекали еврейскую иммиграцию, ограничили ее практически смехотворными цифрами. После чего, на что еврейские поселенцы отвечали вооруженной борьбой против британских, в данном случае уже можно назвать недержателем мандат, а просто оккупантов, англичанам это надоело, и в 1947 году, в апреле 1947 года, новое либарийское правительство Великобритании сказало, все, нам это дело надоело, и передало рассмотрение вопроса о том, что же дальше будет с подмандатной Палестиной на рассмотрение организации Объединенной Нации. Ну, религии наций не было, а была организация Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций собралась, создавал комитет, долго думали, думали аж с конца апреля до конца ноября 1947 года, еще раз, 1947 года, и придумали то, что вы сейчас видите, опять-таки, перед собой на экране. То есть, они решили, надо еще раз разделить. То есть, первый раз в 1923 году разделили англичане, по собственному усмотрению территорию будущего еврейского национального дома, а теперь международное сообщество в лице Организации Объединенных Наций решило еще раз разделить, в полном соответствии с известной анекдотом или сказочкой про лесу, которая говорила о ежику, зайчику, поделим по-честному, тебе половину, мне половину, а потом твою половину, мы сидим вместе. Значит, что вы видите перед собой? Вот на территории подмандатной Палестины, Голубеньким – это та территория, которую решено было предоставить для создания еврейского государства, не какого-то там дома, а государства, а, соответственно, светло-коричневая заливка – это территория некого еще одного, еще одного арабского государства. Видим, да? Видим, что еврейское государство состоит из трех клочков, и когда мы сменим масштаб, то увидим, что там просто крохотные, ну, просто дорога, дорога и блокпост из двух таких фрагментов. Далее, сразу же обращаю ваше внимание на то, что вот нижняя сосулька, вот эта большущая нижняя сосулька, на нее вообще смотреть не надо. Это абсолютно безжизненная пустыня Негер, она сейчас там с техникой 21 века не слишком обитаемая, тогда она была просто безжизненной пустыней, и фактически южнее линии, вот линии я там ее провел, линии, ну, условно, Газа и Хеврон, южнее уже люди не живут, и то, что там с самой нижней точки, это город Берешева, семь колодцев, это уже город посреди безжизненной пустыни. Так что на это особенно смотреть не надо, это для жизни людей не приспособлено, приспособлено только то, что выше, вот этой мной проведенной линии. И здесь мы с вами, как всегда, берем масштабную линеечку, которую я очень и очень люблю. Вот такой план раздела подмандатной Палестины предложило международное сообщество, причем, как вы все, мы же все с вами бывшие советские люди, мы все много-много раз слышали, это самое сообщество очень разжалобилось, и прониклось чувством сострадания еврейскому народу, когда вот она узнала про катастрофу Холокоста, до этого она этого не знала, потом она это узнала неожиданно, заплакала от жалости и сострадания, и, значит, решила помочь еврейскому народу. А где-то она нарисовала такую границу. Смотрим на масштабную линеечку и видим, что основная часть обитаемой территории, то есть от Хайфы на севере до Тель-Авива, это полоска вдоль берега шириной, по большей части, меньше 20 километров. Поскольку печальные обстоятельства нашей жизни сделали всех уже специалистами по артиллерии, то вы понимаете, что глубина 18 километров, это значит, что все, что от арабов требовалось, это подогнать на линию раздела обычную дивизионную артиллерию и просто начать стрелять. И просто начать стрелять, и практически вся территория этого новорожденного государства бы просто простреливалась. Ну, самая трёхдимовка, 76 миллиметров массовая советская пушка стреляет километров на 12, нормальная там 152-миллиметровая пушка гаубица советская МЛ-20 отлично бы простреливала любую точку этой территории. Этого показалось мало, и международное сообщество, поникшееся жалостью, вот видите, я там обозначил зелёненький и внутри ещё красненький кружочек. Что это такое? Это Яффо, то есть рядом с Тель-Авивом, главным портом, и на тот момент самым большим по населению еврейскому, ну, центром, точкой, населённым пунктом, был выделен арабский анклав. Яффо остался таким анклавом, который считался, должен был считаться, частью арабского государства. Вот так вот, не связано с ним никак. Это анклавный порт, придуман был, конечно же, не зря. Это для того, чтобы удобнее было высаживать десант с моря. Но если недостаточно будет усилий, военных усилий для наступления по суше, пройти эти 20-18 километров, и выкинуть наконец-то евреев в море, то можно было ещё высадить в порту Яффо, это порт, высадить морской десант, и таким образом просто оказаться в Тель-Авиве, или обстреливать Тель-Авив, изъяв, ну, уже просто из обычного пулемёта. Из обычного пулемёта. Ну, и видите, вот эти вот переходы между тремя кусками, из которых должно было состоять еврейское государство, это действительно просто линия, через которую проходит дорога, там достаточно поставить минные заграждения, блокпост, и на этом всё решено. Иерусалим, Иерусалим. Ну, я думаю, миллиард людей на земле уж точно знает, что Иерусалим какое-то отношение к евреям, к еврейскому государству имеет. А как вы видите, территория Иерусалима и Бет-Лехом, это то, что в более привычном вам звучании звучит как Вифлеем. Вот Иерусалим и Вифлеем были выделены в отдельную международную единицу под международным контролем, оно не должно было принадлежать ни арабам, ни евреям, но, как вы видите, этот кусок со всех сторон, со всех сторон абсолютно, окружён арабским этим, предполагаемым арабским государством, а для обеспечения контроля на этой международной территории международное сообщество послало туда ноль солдат, ноль полицейских, ноль безоружных наблюдателей. Вот так это было решено. Мы создаём территорию международного контроля, но этот контроль будут осуществлять марсиане. Ну, или арабы. Или арабы, которые просто с четырёх сторон займут всё это дело. Вот такое решение было принято и закреплено. 29 ноября 47-го года была принята соответствующая резолюция Организации Объединённых Наций, которая превратила этот план и раздела в принятый международным сообществом решение. А с тех пор это резолюция 47-го года и закреплена во всех советских атласах, политических атласах мира и пребрала, так сказать, роль и значение Священного Писания. Тут бы, конечно, сплошься, как это вообще международное сообщество, такие удивительные идеи в голову-то пришли. Ну, аргумент был вот такой, вот он перед вами. Аргумент полностью соответствующий, всё той же самой, имеющей отношение к делу, байке про лесу зайчика и ёжика, как они кусали и по кусочку откусывали. Это карта-схема, показывающая население подмандатной Палестины в 46-м году. Синяя заливка – это еврейское население, красная заливка – арабское, в большей широком смысле мусульманское население. А вот так они и рассудили, поскольку насела у нас вот такая вот чересполосица, поскольку есть районы с прообладающим арабским населением, то мы вот ножницами это дело так вот подрежем, подрежем, сделаем такое вот лоскутное государство. Но достаточно посмотреть чуть-чуть внимательнее, то мы увидим, что и на той территории, на той территории, которая разжалобившаяся международное сообщество выделило под еврейское государство, тоже полным-полно, полным-полно красной заливки, то есть арабов, в конкретные цифры, в конкретных цифрах, но это зависит от того, учитывая с бедуинами Негева, ну то есть с кочевниками Негева, если без них, то 55 на 45 процентов, а если с бедуинами, то вообще половина на половину. То есть на той территории, которая все-таки тремя кусками была выделена под создание еврейского государства, и на этой территории проживало 561 тысяча, тысяча арабов, еще раз повторяю, если считать вместе с бедуинами, то есть была, не то, что создавалась, но просто была же совершенно готовая ситуация для того, чтобы через несколько лет еще раз собраться, еще раз решить, ну опять же, еще откусить кусочек, и опять же привести территорию еврейского государства в соответствии с реальностями, с реальностями, с населением, и так откусывать до тех пор, пока уже откусывать станет нечего. Вот такие были аргументы, у международного сообщества, аргументы эти целиком и полностью дожили до нашего дня, среди большого количества всяких контор, которые занимаются защитой правового дела народа Палестины, есть их много, их несколько, про организацию объединенных наций, есть комитет по защите неотъемлемых прав арабского народа Палестины, каково имеет свой сайт, конечно же, там он все объясняет, все рассказывает, что на самом-то деле, евреи вообще занимали на момент раздела в 1927 году всего-то 6%, 6% населения подмандатной Палестины, соответственно, 94% занимали арабы, но вот нахальство евреев дошло до того, что они начали еще претендовать, имея 6% на то, что там что-то создать. К сожалению, я это все с сайта вот этого комитета по защите неотъемлемых прав, они там дали ссылочку, на нее можно нажать и попасть на приложение. Это приложение пред вами, Table 2, таблица 2. Ну, все на английском языке, я думаю, все прекрасно справитесь. Еще раз подчеркиваю, это та информация, которую забыла удалить проарабская, пропалестинская контора. Итак, что мы видим? Да-да, действительно, 5,8%. 5,8% территории занимали евреи. Теперь внимательно смотрим, что же тут вообще у нас написано. Тут написано, собственность на землю в Палестине, на, заметьте, 43-й год еще даже, после этого еврейского стало несколько больше, естественно. земля категорирована, вот левая колонка, по категориям налоговым. Ну, есть разные налоговые ставки, разные налоговые подразделения земли, разные участки земли, разные назначения, понятно, облагаются разным налогом. Поглядев внимательно, мы начинаем понимать, откуда же это взялось, 94% территории, земли, которая была арабов. Это необрабатываемая земля. Вот самая последняя, нижняя колоночка, да, ну, без малого, 18 тысяч квадратных километров, необрабатанная земля, то есть пустыня. Вот ее записали в арабскую землю, получили нужные пропорции. Если же мы посмотрим на верхние строчки, то есть жилая и обработанная земля, то мы видим, значит, урбан, городская застройка. Ну, первая строка арабская, вторая – живо-сирийская. Значит, по городской застройке, ну, примерно, наверное, немножко больше у арабов, немножко больше, 77 против 70, а цитрусовые, плантации цитрусовых практически порвано, 145-141. Бананы, представьте себе, имеют место, а вот то, что касается сельской застройки, сельских, то есть дома в сельской местности с присаденными участками, то, что облагается определенным налогом, здесь уже в 43-м году евреев было больше, 42 против 37. А если же мы посмотрим на самую нижнюю, нижнюю, это кто сколько платил налогов, нижние цифры, это налог на недвижимое имущество, уплаченное в 42-м, 43-м годах. Почерпи, это не общая налогооблагаемая база, нет, это только налоги на имущество, извиняюсь, на недвижимость, и мы уже видим, что в 43-м году еврейская община платила существенно больше, чем платили арабы налога на недвижимость, с 448 против 351. А если же добавить все прочие налоги, я думаю, каждый из вас прекрасно знает, особенно тот, кто ведет подпринимательскую деятельность, что налог на недвижимость, да, он имеет место быть, но он никогда не бывает главной частью ваших налоговых платежей. Тут уже вам сказать, что к моменту завершения мировой войны, вот, начало раздела Палестины, налоги, которые платил еврейский Ишуф, еврейское поселение, 33% населения, практически полностью составляли всю налоговооблагаемую базу британской администрации. Вот так это дело все выглядело на самом деле, если не записывать в перечень земли невозделанную пустыню. Впрочем, эти, еще раз повторяю, что все рассуждения о налогах, о налогах и застройках лишены всякого смысла по сравнению с главными. Главное это то, что международное сообщество ясно, на мой взгляд, очень ясно и понятно, соблазняло малых сих. Оно поставило араба в ситуацию ужасного искушения, ужасное искушение, полосочка 18-20 километров вдоль моря. Искушение было очень сильно, но, скажем честно, и не надо было, то есть искушаемые и не сопротивлялись. Искушаемые этому соблазнению не сопротивлялись. Значит, на тот момент, мы бы говорили в прошлом нашей передаче, был такой муфтий иерусалимский, большой друг Адольфа Гитлера и зоологический антисемит. Под его руководством был создан, как же это у них называлось, Верховный Арабский Совет, Высший Арабский Совет, 24 ноября, за три дня до голосования в ООН, его руководитель Джамал Аль-Хусейни четко и ясно заявил, если евреи получат хоть какую-нибудь часть Палестины, то эта земля будет охвачена огнем и кровью. А кроме того, на тот момент уже существовала Лига Арабских Государств, вот перед вами интенсивно-зеленая заливка, это те страны, которые входили в Лигу Арабских Государств на момент создания Израиля, вот интенсивно-зеленая. Движемся по часовой стрелке, то есть Египет, потом Крохотный Ливан, Сирия, Ирак, Трансиордания, Саудовская Аравия, и Йемен. Вот видите, по размеру территории все хорошо видно, вот они тоже четко, ясно, не оставляя никакого места для сомнения, заявили, что они не признают никакого еврейского государства на этой земле, никакого большого, маленького, клочок, не клочок, неважно, еврейского государства мы здесь не потерпим, сказали они совершенно ясно и понятно. Зная все это, зная все это, Организация Объединенных Наций приняла свое историческое решение и нарисовала государство Израиль в таких границах, которые трудно было бы защищать даже при наличии количественно численного равенства сторон, а уж при таком-то соотношении сил вообще непонятно, о чем мы говорим, как можно было бы удержать эти 18 километров, и я еще раз, еще раз повторяю, у Организации Объединенных Наций не могло быть никаких сомнений в том, что после ухода оттуда английских, ну, будет прекращение английского мандата, вывода оттуда английских войск, и в ситуации, когда ни одного солдата, ни одного наблюдателя ООН туда не послала, понятно, что начнется война. Как такие действия надо оценить? Я не юрист, я не юрист, но я считаю, что тут самое время вспомнить, есть такая, она по-разному называется в разных юриспруденциях, категория, нечто среднее между предумышленным, это и не предумышленное убийство, но и не несчастный случай. Ну, вот что-то вроде того, что вот я вам вот сейчас вот на экране вы видите, да? Вот стандартное, стандартно, как надо работать. На рубильнике, на щитке, в силовом щитке, где можно что-то включить, вешается табличка, не включать, работают люди. Вот представьте себе, что некто подошел, ясным, солнечным днем, прочитал эту надпись, она ему известна, он знает русский язык, он умеет читать, и прочитав эту надпись, нажал на кнопку. В результате, в другом конце цеха образовался труп. Это что, предумышленное убийство? Ну, строго говоря, строго говоря, вообще-то справедливый, беспристрастный суд должен был бы рассмотреть этот вопрос, а не было ли это умышленное действие? Ну, даже в той ситуации, если никакого умысла не было, и погибшего не знал, и никаких к нему негативных чувств не испытывал, вот в такой вот ситуации, прочитав надпись «Не включать, работают люди, и включить», это не несчастный случай. Это не несчастный случай. Это называется так, что обвиняемый мог предполагать наступление негативных последствий и сознательно их допускал. Вот именно так и поступило международное сообщество, нарисовав эту самую границу. Ну, здесь я понимаю, что у вас уже возник абсолютно справедливый и правильный вопрос, я бы даже сказал, требование. Но если это все не так, то, как, по-твоему, надо было сделать правильно? Немедленно, без паузы отвечаю. можно и нужно было все сделать правильно, а именно произвести принудительное выселение арабского населения с территории подмандатной Палестины. Да, друзья мои, вы не ослышались, я сказал именно это, принудительное выселение арабов с территории подмандатной Палестины. Надеюсь, я вам время даже дал немножко передохнуть, дыхание восстановить, разбить тарелку, если вы хотите. А теперь начинаем обсуждать, как это вообще, как мне в голову такое пришло сказать, что людей, которые не нарушали никаких законов, которые жили у себя, дома, никого, не то, как-то можно взять их и принудительно выселить. Значит, средний возраст зрителя нашего канала 45 лет. Статистика. Соответственно, многие из вас застали советскую эпоху и то, о чем я говорил, вот эти ужасы, вот это невообразимое это глумление над всеми понятиями правоисправедливости, вы наблюдали своими глазами и очень может быть, но статистически просто точно кто-то из вас, кто сейчас меня слушает, был участником этого процесса. О чем я говорю? Я говорю о разводе по-советски. О разводе по-советке. Готовясь к нашей передаче, я нашел статейку одну, пишет доцент, кандидат юридических наук, Московский университет, и обсуждая советское законодательство о семье и браке, он там пишет, я уж не стал скриншотить, так перескажу, что в основе был положен советского семейного права не принцип справедливости, а принцип целесообразности. А в чем цель? Ну, цель, понятно, советский закон назывался закон о защите материнства и детства. от кого защищать не сказано, но можно догадаться. То есть, целью является защита интересов матери и ребенка, соответственно, в ста случаях из ста, в ста случаях из ста, судья, причем это решали в судах низшие инстанции, как правило, и судья была женщина, суд принимал решение, что дети остаются после развода с матерью, она же мать, ну и соответственно, именно она, женщина и дети, к ней приходило право проживания в государственной квартире, у нас же не было частных квартир, квартира была, простите, государственной, только тебе кажется, что тебе ее дали, тебе дали право в ней жить. Так вот, право проживания в государственной квартире оставалось у матери и ребенков, ну и соответственно, мужчина должен был собрать чемоданчик, общественная мораль тут полагала, что чемоданчик должен быть небольшой и покинуть, и покинуть это помещение, чтобы мать, дети и соответственно, новый любовник или любовники и матери могли спокойно в это помещение проживать. Вот так оно все происходило. Выгоняли, выкидывали человека, который не нарушил ни одного закона, между прочим. Возможно, ни в чем и не был виноват. Просто выкидывали на улицу, берешь чемоданчик и идешь. Да, это несправедливо, но это целесообразно. Самое смешное другое, что количество, количественные оценки вполне немаленькие. Знаете, поискал я, нашел вот это вот. Нашел вот это вот. Значит, разводы по годам. Выделяем из них только 30 последних лет советской власти, с 60 по 90. Множим делим, вычисляем средние, умножаем на 30. Вы обхохочетесь. Вы обхохочетесь. Получается 11 миллионов 159 разводов за 30 лет. Из уважения, из искреннего уважения к женской части нашей аудитории, я готов предположить, что только каждый десятый, только каждый десятый развод имел своей причиной неподобающее поведение жены. Каждый десятый. А в этом случае мы получаем 1 миллион 159 тысяч мужчин, которых выкинули из дома безо всяких к тому справедливых оснований. А если вы слушаете меня с должным вниманием, то вы уже заметили, что цифры – это на что-то очень похожее. 1 миллион 135 тысяч мусульман проживало в подмандатной Палестине в 1947 году. А за 30 лет последних лет советской власти, плюс-минус, по моей оценке, если считать только одну десятую, примерно такое же число, 1 миллион 159 тысяч мужчин выкинули из дома и отправили в общагу. Безо всякой их вины ситуация, когда поведение жены сделало дальнейшее существование этой семьи невозможным. Вот это то, что вы видели, ребята, видели, и, возможно, многие из вас участвовали. Ну, это, скажем так, шуточки, смешочки. Ну, а теперь, убирая всякую улыбку, переходим к тому, что люди делали в большом масштабе. Коль скоро история подмандатной Палестины, а в дальнейшем история государства Израиля, начинается с распада Османской империи, то мы и этот рассказ начнем с этого же самого распада. Империя была огромная, и распад был длительный, и в разных местах он проходил по-разному. То, что произошло на территории будущей Палестины, это, в общем, детский сад, утренник в детском саду. Ну, какого-то значимого, существенного кривополития при этом не происходило. Да, конечно, были бои между английской и турецкой армией, но, в общем, так. В общем, как-то так. Рекой кровь человеческая не лилась. А вот на территории Малой Азии, ну, там, где современная Турция, и на Балканах шло ужасное кривопролитие, шла ужасная резня. Резали все-всех, резали все-всех. Не хочу даже начинать с обсуждения, кто там был больше прав и кто там был больше виноват. Цифры убитых колоссальные. По самым аккуратным оценкам, был убит 1 миллион 850 тысяч христианского населения, ну, примерно 1 миллион армян. Армяне считают, что больше. Ну, и порядка 600-700-800 тысяч греческого населения. Да, те самые греки, которые жили в Малой Азии, жили там со времен Гомера, Ильиады и Одессеи. Вот с тех вот времен, все эти греческие поселения вдоль западного берега Малайзии просто были под нож вырезаны. Ничуть не лучше, ничуть не лучше действовали и греки, и болгары на этих территориях, на Балканах. Резня шла ужасающая. Наконец, наконец, международное сообщество, на тот момент Лига наций, приняло решение, что это дело надо прекратить. Надо прекратить, пока там еще остаются живые люди, а прекратить это надо единственным возможным способом. Развести. Растащить сторону дерущихся. Было принято решение о переселении, взаимном переселении мусульманского населения с Балкан на территории создающейся Турции, соответственно, христианского, уцелевшего на тот момент, греческого и армянского населения с Малой Азии, ну, соответственно, те государства, которые возникали на территории Балкан. Возглавил это дело никто иной, как Фридсьёв Нансен, тот самый Нансен, который сначала, ну, полярный исследователь, потом вообще человек, внесли огромный вклад во всякие хорошие дела. С 21-го года он был назначен верховным комиссарем по вопросам беженцев Лиги наций. именно под его руководством все это дело и делалось. А в конце концов, 30 января 23-го года, прямо скажем, большим опозданием, была в Лазанне, Швейцарии, подписана конвенция об обмене греческого и турецкого населения, в соответствии с которым туда-сюда, в общей сложности, предполагалось, что переселился один из шесть десятых миллиона человек. Миллион двести тысяч христиан и порядка четырехсот тысяч мусульман в обе стороны. При этом важно отметить, что вот из этого миллион двести тысяч христиан, которые считались обмененными, заимно переселенными по этому соглашению, реально переехало всего-то, переместилось, переместилось, на гавиле, на повозке, 190 тысяч. Как это все понимать? Было принято и признано такое беспрецедентное решение, как задним числом признать состоявшееся насильственное изгнание частью законного взаимного обмена. То есть, например, Греция, куда прибежал голый боссы и избитый грек с Малой Азии, брала на себя обязательство признать его как приехавшего в рамках соглашения по обмену, не предъявлять никаких претензий к Турции по поводу судьбы этого человека и имущества этого человека, признать этого человека как переселенца в рамках данной программы, ну и, соответственно, предоставить ему какие-то там возможности для жизни. Вот так это дело было проведено. Фрисерф Нансен буквально во время разработки этого дела был награжден Нобелевской премией мира, которую премию он, естественно, тут же раздал на гуманитарные цели. И вот эта вся история и роль Нансена в ней во всех учебниках описана как пример замечательного, правильно, да, к сожалению, запоздалого решения международного сообщества, которое позволило, ну пусть такой, достаточно тяжелой ценой, но прекратить бесконечную резню, подвести черту под этим бесконечным кровопролезьем. И все, и никаких заметьте, и заметьте никаких комитетов по защите неотъемлемых прав, 80 лет спустя после этого события нигде нету, я так думаю, что потомки, ну там сейчас, наверное, внуки, правнуки этих людей, ну они, может быть, и не забудут, но никто из них не считается беженцем, не называет себя беженцем и не признан международным правом, каким-то беженцем. Ну это разминка, это вы же понимаете, это разминка, то миллион шестьсот, один миллион шестьсот тысяч переселенных, это разминка, это Первая мировая война, потом же началась Вторая. Вторая мировая война, развязанная, безусловно, Гитлеровской Германией, закончилась для нее, как мы знаем, катастрофическим поражением, в ходе которого с территории Восточной Пруссии, с территории Польши, главным образом из других территорий, было изгнано, было изгнано по разным оценкам, порядка девяти миллионов немцев, но аж изгоняли их таким образом, что об этом мы говорить не будем, это отдельный разговор, и помнить его не надо. И что кто-то об этом что-то вспоминает, об этом никто же не вспоминает. Ну и понятно, что вспоминает. Это все было сделано сталинской армией, сталинский кровавый трактилитарный террористический режим. Это же не пример для подражания, но правда же, действия Сталина не пример для подражания. Поэтому посмотрим на то, что делал Бенеш, очень демократический режим в Чехословакии, президент Бенеш признанный, ну он был президентом еще до оккупации, во время войны было правительство вызнание под его руководством в Лондоне, признанное союзниками и вообще со всех сторон буржуатный, демократический и замечательный человек. Мы об этом говорили, у нас был большой сериал, трехсерийный по поводу Мюнхена и всего связанного, коротко напоминаю, что демократическая республика, демократическая послевоенная Чехословакия обратилась к союзникам, победителям с вопросом вот как вот насчет того, чтобы всех немцев в территории Чехословакии изгнать. 15 июня 1945 года Беннеш, вернувшийся из Лондона в Германию, в Прагу, домой, под Веспалом в Пельзине, кавычки открываются, наше правительство решило очистить республику от этих предательских элементов. Это большая задача. Мы не можем решать ее сами, мы должны договориться об этом с Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами. Но я не сомневаюсь, что это соглашение будет достигнуто. Вы знаете, Беннеш угадал. Угадал. Потсдамская мирная конференция, где страны-победители, страны, которые основали Организацию Объединенных Наций, потом стали постоянными членами Совета Безопасности, Объединенных Наций, то есть лучшие люди планеты, приняли решение о принудительном выселении чехов, извиняюсь, немцев, Союзом, Чехословакии, в результате чего было изгнано 3 миллиона человек, по дороге их всячески убивали, мы об этом говорили, не хочу сейчас долго это дело повторять, порядка 15-20 тысяч считается погибших, в том числе, не знаю, кто посчитал такую точную цифру, 3411 самоубийств изгоняемых немцев, и кто-нибудь об этом сегодня вспоминает, и где-то сидит комитет по защите правитель беженцев, нет, нет и нет. Ну, немцы, как мы все понимаем, сами виноваты, они во всем и всегда виноваты, они развязали эту войну, но досталось не только им, в живописнейшем и прекраснейшем месте, на берегу Адриатического моря, есть такие две исторические провинции, Истрия и Далмация, Истрия, вот этот Плостов, который на картинке повыше, но Далмация, соответственно, вдоль берега. Парижская мирная конференция, которая, представьте себе, заседала в том же самом 47-м году, в смысле, в то же самое время, когда решался вопрос, что делать с подмандатной Палестиной. Вот в это же самое время, опять-таки, лучшие люди, планеты, государства-победители, государства-основатые объединенных наций, собрались в Париже, приняли там много всяких решений, и, в частности, они решили, что итальянцев надо оттуда выгнать, ну, итальянцы тоже виноваты, это понятно, итальянцы союзники Гитлера, но проблема в том, что итальянцев надо оттуда выгнать, а территорию эту передать Хорватии. Ну, Хорватия, безусловно, Хорватия была военным союзником Гитлеровской Германии, тут нет никаких сомнений даже в этом, но, что касается зверств, военных преступлений, которые совершили хорватские усташи, ну, на этом фоне действия итальянских фашистов, ну, это действительно утренник в детском саду, а тем не менее, решено, было, ну, понятно, почему решено, Хорватия входила, должна была войти в состав Югославии, Югославии был Брустит, и тогда Сталин думал, что Брустит будет его союзником, соответственно, решили оттуда выгнать итальянцев, оттуда выселили 350 тысяч человек, слова не говоря, нет, как слова, правда, итальянский язык обогатился, в нем появилось новое слово, вот, после этого выселения 350 тысяч итальянцев с Адриатики, появилось в итальянском языке новое слово фойбе, фойбе, это на местном хорватском языке, ну, как расщелина, кастовый провал, ущелье, узкое ущелье, ну, почему такое слово появилось в итальянском языке, вы, конечно, догадались и сами, ну, ладно, эти виноваты, эти и другие, ну, поляки, уж точно не были военными союзниками Гитлера, уж точно, Польша была жертвой гитлеровской агрессии, и воевала на стороне стран антигитлеровской коалиции с первого до последнего дня войны, первый день войны, это была война в Польше, и до последнего дня в составе тех сил, которые заняли Берлин, добили фашистского зверевого влога, были подразделения войска Польского, то есть, уж никак нельзя их назвать в чем-то где-то виноватыми, однако, однако, и они подпали под принятое в это время и считавшееся в то время абсолютно нормальным и правильным действием по взаимному обмену населения, взаимному выселению различных национальных или религиозных групп из конфликтно-спорных регионов. Ну, мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что когда в обозе наступающей Красной Армии в Польшу привезли так называемый комитет национального, как он назывался, осеннее, ну, очень марионеточное коммунистическое правительство, оно заключило договора, ну, понятно, что это анекдот, с кем оно могло заключать договора, будучи марионеткой абсолютно, ну, 9 сентября 1944 года были заключены договора, они были даже оформлены один Советским Союзом, отдельно с Белоруссией, отдельно с Украиной, отдельно, короче говоря, было решено провести, было решено провести обмен населения польское переселить с тех воеводств, восточных воеводств Польши, которые Сталин окончательно из согласия союзников аннексировал, первый раз он их захватил в согласии Гитлера, а второй раз по решению Ялтинской и Потсданской конференции он их уже прихапал в согласии союзников по антигитлорской коалиции, вот оттуда поляков было решено переселить в Польшу, соответственно, не польское, украинское население, там были лемки и другие национальные группы, которые не считали себя поляками, должны были быть с запада на восток, переселены, соответственно, в Советскую БССР и УССР. Масштаб был большой, масштаб этого процесса перемещения был очень, ну, в сравнении с тем, что надо было бы сделать в Палестине, в конкретных цифрах желающими переместиться, переселиться в Польшу зарегистрировалось 1 миллион 763 тысячи поляков, ну, это от Вильнюса и до Львова и Южнее, на всей территории, которую Сталин анонсировал. 1 миллион 763 тысячи зарегистрировались, из них выпустили, разрешили уехать из владения товарища Сталина только 1 миллион 202 тысячи, то есть 68 процентов. Еще раз подчеркиваю, если кто не успел, поляков не выселяли принудительно, не всем разрешили уехать, желающих уехать было значительно больше, но разрешили не всем, в общей массе в очень сложности 68 процентов только получили такое разрешение, причем разбивка была, ну, дифференциация сильная, из Украины выпустили 90 процентов, почти всех, зарегистрирующихся, вот, например, из Беларуси выпустили только 45 процентов поляков, ну, считается потому, что поляки составляли большую часть городского населения, соответственно, просто Сталин не хотел терять образованных людей. Таким образом, в таком вот добровольно-принудительном ключе выпустили миллион двести два две тысячи, ну, не только поляков, те, кто смог под это дело еще и записаться, в частности, у меня был знакомый по переписке, он еврей, он еврей из Дубна, ну, когда началась Вторая мировая война, он учился в польской школе, там, в втором или третьем классе, вырос в Дубна, общался на улице с польскими мальчишками, семья погибла в Холокосте, маму спасли украинцы, спрятали, он сюда приезжал в Украину, оформил их в Ятвашеме, как праведников народа мира, но я сейчас не об этом, а я о том, что когда дошел слух, что оказывается можно свалить хотя бы в Польшу, может, хотя бы в Польшу, то он пришел, у него был нормальный абсолютно польский разговорный язык, достаточно нормальный для советского чиновника, и сказал, что он поляк, ну да, семья погибла, тут война, резня, не знаю, где мама, не знаю, где папа, никаких документов нет, а таким образом он прошмыгнул в Польшу, а дальше уже из Польши, соответственно, прошмыгнул в Палестину, в Израиль, где свою жизнь благополучную и живет, вот, то есть там имело место больше желающих уехать, чем тех, кому разрешили уехать, с другой стороны, ситуация была другая, я оставляю на ваше рассмотрение почтеннейший пулик, определять причины этого, но там все было по-другому, несмотря на то, что украинцам, которым предложили уехать из этой марионеточной, заметьте, марионеточной, просоветской, коммунистической, с колхозами, с будущими колхозами и уже существующими НКВД Польши, предложили аннулирование всех долгов, всех неуплаченных налогово-страховых выплат, пообещали 15 гектар земли в Советском Союзе, помощь в переселении и так далее, желающих набрало всего-то 80 тысяч человек. После этого Сталин и его польские марионетки, решили подзакрутить гайки, всячески угрожать, облагать налогами, и, наконец, даже коммунистическая Польша, ее так называемое правительство, вспомнило, что Белопанская, буржуазно-помещичья Польша 22 января 37-го года приняла некий закон, разрешающий принудительное выселение из пограничной полосы. Только принудительное выселение внутри страны, а не выкидывание в другую страну. Короче, мытьем, катанием и всякими прочими способами вытеснили еще до 15 июня 46-го года еще выселили уже в таком принудительно-добровольном ключе еще 330 тысяч украинцев. И таким образом этот обмен выглядел так, что в одну сторону уехало миллион 202 тысячи поляков, а в другую сторону уехало от 415 до 680 тысяч украинцев. И это не конец. Конечно же, не конец процесса. Я думаю, наши украинские зрители это понимают. Наступил 47-й год. Вот тот самый 47-й год. И тот самый апрель 47-го года, то есть, когда в апреле Организация Объединенных Наций начала рассматривать вопрос о том, что же делалось подмандатной Британской Палестины. Вот в эти самые дни, в эти самые дни на территории Польши войсками, и службой безопасности, карательными органами марионеточной коммунистической Польши была проведена печально знаменитая операция Висла по выселению украинцев. Вот на этот раз уже не было никаких угроз, никаких угроз. Все уже делалось просто и быстро. Три дивизии, три дивизии, населенный пункт окружали, оцепляли с утра, с утра. Делалось это всегда утречком. Два часа на сборы, 45 килограмм на человека, можно взять с собой две конные повозки. В 11 часов утра населенный пункт должен быть пустым. Почему в 11 часов утра? А надо потом людей, которые идут пешком, или катят тележку, или едут на конные повозки, их надо было как-то доконвоировать до железнодорожной станции. А там были большие расстояния, иногда там по 30-40 километров надо было гнать людей, и соответственно, чтобы успеть уйти. После 11 утра всякий, кто будет обнаружен на этой территории, считается бандпособником, арестовывается и, соответственно, спускается в подвал. Вот так была проведена операция Висла, как я уже сказал, началась на 28 апреля, закончили официально в июле 47-го года, и таким образом жестко, очень жестко выселили еще 140 тысяч человек непольского населения, соответственно, Женшевского, Люблинского и Краковского воеводства. Это все происходило в то самое время, когда организация нации рассматривала, что им делалось с Палестиной, это все делалось поменьше, ну, понятно, что под командой, но это на бумаге не написано, но это делалось при полном непротивлении, отсутствии возражений со стороны Советского Союза, Сорбез, постоянные члены Сорбеза, основатель организации и так далее. Резюме. Резюме заключается в том, что, как мне много раз объясняли, я же не историк, мне историки профессионально объясняли, что надо, есть методология исторического знания, есть там принцип историзма, всякое явление надо рассматривать в контексте своей эпохи, как это все тогда делалось, а как это делается сегодня. Так вот, в контексте 40-х годов 20-го века принудительный обмен населением из спорных районов считался абсолютно нормальной, целесообразной формой решения длительных застарелых межэтнических конфликтов. Так в то время делали по всему миру, по всей Европе. Но иногда так не делали, тогда получалось еще хуже. Не могу не заметить, что именно летом 47-го года, когда заседала комиссия по Палестине, именно летом 47-го года произошел распад раздела Британской Индии. На месте этой большой британской колонии образовалось два государства Индии и Пакистан. Это сопровождалось такой резней, которую в голову современного человека помещается с трудом. Вырезали вручную, вручную вырезали по разным оценкам, минимальнейшие оценки полмиллиона, максимальные два миллиона. В городе Амрицаре, даже не буду говорить кто, потому что известно ли те и другие, не хочу разжигать. И мусульмане, и сирхи, и индусы в городе Амрицаре собрали женщин неправильной религиозной принадлежности, раздели, голыми прогнали по городу, потом демонстративно, публично изнасиловали, а потом живьем сожгли. А вот такие происходили замечательные сцены. В обе стороны было перемещено 14,5 миллионов человек. Еще раз повторяю, это происходило летом, осенью 47-го года. И если бы кто-то взял на себя ответственность мировое сообщество провести организованный развод, организованное перемещение, то можно было бы спасти очень много человеческих жизней. Такой был исторический контекст, и в рамках этого контекста я считаю, что обмен, принудительный обмен арабского и еврейского населения в этом регионе был бы очень даже правильным и целесообразным делом. В любом случае, независимо от того, что и как, я считаю, это было сделано только наполовину. Было проведено принудительное изгнание еврейского населения из арабских стран. Как нетрудно догадаться, еврейские погромы в арабских странах начались сразу же после завершения Второй мировой войны, когда появились первые слухи о том, что англичане отсюда тоже могут уйти. В частности, в 45-м году десятки и сотни убитых и раненых в погроме в Каире, погром в Триполе, это столица Ливии. А в ноябре 47-го уже после того, как было оглашено решение организации объединенных наций в разделе Палестины, произошло, ну, прокатилась волна погромов по всему арабскому миру. То, что вы видите перед собой, это последствия погрома в Алеппо. И не то, чтобы это был какой-то особо большой погром, но просто город Алеппо сейчас у многих на слуху. Да, после бомбардировок российской авиации он тоже выглядел очень плохо, но то, что вы видите сейчас, это сделано вручную. Было уничтожено, сожжено, разрушено 10 синагог, 5 школ, детский, ну, сиротский дом, множество магазинов, лавок и 150 жилых домов. А 16 мая 48-го года, то есть через два дня после, через два дня после по изглашению государства Израиля Нью-Йорк Таймс, та самая Нью-Йорк Таймс писала, кавычки открываются. Все говорит о приближении неисчислимых бедствий, отмечены многочисленные случаи насилия. В Сирии в ходу экономическая дискриминация, все евреи уволены из государственных учреждений. Для евреев ограничена свобода передвижения, установлена охрана на границах для поимки евреев. Зачем поимкам? Спросите вы. Продолжают читать. В Ираке еврей не может покинуть страну без уплаты 20 тысяч долларов залога. В конце концов, в конце концов, правительство Ирана осмелостивалось. В 50-м году был принят закон, разрешающий евреям покинуть страну при условии отказа от гражданства, отказа от имущества и отправленного возвращения в будущем. При этом иракское правительство руководство соображениями гуманности разрешало взять с собой денежную сумму в эквиваленте 16 долларов для взрослого человека и 6 долларов на ребенка. Но это Ирак, где поступили очень гуманно. Йемен, страна чрезвычайно консервативная, скажем так, но навсегда зависшая в Средневековье, рассудила по-другому. Правители Йемена установили выкуп не то, что взять с собой. Понятно, что надо оставить все имущества, понятно, что надо оставить все деньги и так далее. Выкуп за каждого уезжающего взрослого мужчину, то есть они же теряют зиме, они теряют рабочую силу, и отдельный выкуп за каждый вывезенный экземпляр Торы, Торы, Священного Писания. Они прекрасно понимали, что евреи Тору не оставят, там была очень религиозная община в Йемене, еврейская, и, конечно, взяли еще за это. Далее, как из Йемена попасть в Израиль? Нищие, ну да, бедные, бедные, безусловно, бедные на тот момент, новорожденное израильское государство это сделало самолетами. Знаменитая операция ковер-самолет, когда в 49-м году новорожденный Израиль самолетами вывез из Йемена, но в первый год вывезли, в день вывозили по 500 человек, и, в общем, служится, в первый год вывезли 35 тысяч еврейских беженцев из Йемена. Вот, видите, марочка такая красивая, по этому поводу марочка была сделана. Ну, а теперь, как всегда, переходим к суровой и очень понятной статистике. Вот это на самом деле изгнание евреев-то происходило по всему мусульманскому миру после приглашения Израиля, но я здесь выделил из таблицы только страны, которые а, непосредственно ограничили, непосредственно ограничили с Израилем и, за исключением Ливии, принимали активное участие в агрессии 48-го года. Вот, как вы видите, в 48-51-м, то есть, сразу же после приглашения государства во время войны было изгнано и с трудом смогли убежать, с трудом их смогли вывести. 222 тысячи еврейских беженцев, ну, дальше уже цифры идут по убывающей, однако в этот увлекательный процесс изгнания евреев и отъема еврейской собственности включались все больше новые и новые рамские и мусульманские государства, и вот перед вами табличечка, которая показывает, как оно все произошло. По-моему, очень даже крестноречиво. В 48-м году в перечисленных арабских и мусульманских странах проживал 951 тысяча, без малого миллиона евреев, и в 2004-м году от этого миллиона осталось по 1400 человек. Причем такие страны, как Алжир, Ливан, Ливия, Ирак, стали Юденфрай. Просто изгнали полностью всю общину, ну а в Египте от 100-тысячной еврейской общины осталось аж, как написано в этой таблице, 90 или менее человек. Чесненная публика, я же задолбал вас этим вопросом, но все равно задам. Вы много слышали что-нибудь про еврейских беженцев? Слышали вы в каком-нибудь там комитете по организации объединенных наций, который бы занимался вопросами еврейских беженцев? Возвращение какого-нибудь имущества и так далее. Напомните, слышали ли вы что-то такое? Общий результат по имеющимся оценкам, конечно, это только оценки, изгнано было от 800 до 900 тысяч человек, а оценочная стоимость имущества, которое осталось и досталось арабам, от 100 до 300 миллиардов долларов, ну да, в ценах 2008 года. Еще раз, от 100 до 300 миллиардов долларов в ценах начала 21 века. И потребовалось 70 лет. 70 лет. И уже практически, я думаю, что все вот эти беженцы евреи, которые бежали в 41-48-50-х годах преследуемые бандами убийц, наверное, сейчас уже, по большей части, они уже ушли из этого мира. и через 70 лет, 1 апреля, до 1 апреля 2008 года Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки наконец-то приняла решение. И это единственная страна, которая приняла такое решение. Там огромная-проогромная преамбула, сокращая ее, тем не менее, цитирую. Принимая во внимание, что евреи жили на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в регионе Персидского залива более 2,5 тысяч лет, принимая во внимание, что примерно 850 тысяч евреев были перемещены из арабских стран с момента произглашения государства из араб в 48-м году, и принимая во внимание, что для Соединенных Штатов было бы неуместно и несправедливо признавать права палестинских беженцев, не признавая равных прав за еврейскими беженцами из арабских стран, президент должен поручить представителю Соединенных Штатов по организации объединенных наций и всем представителям Соединенных Штатов на двухсторонних и многосторонних форумах использовать голос, голосование и влияние Соединенных Штатов для обеспечения того, чтобы любые резолюции, относящиеся к проблеме ближневосточных беженцев и содержащие ссылку на требуемое решение проблемы палестинских беженцев, также включали столь же четкую ссылку на решение вопроса еврейских беженцев из арабских стран. Спасибо, спасибо представителям американского народа, грубо всяким, да, конечно, спасибо, но хорошо, если бы это решение палаты представителей американских граждан приняло бы лет 70 до того. Однако, вернемся с 2008 года в год 1948, еще раз обращаю ваше внимание на вот эту вот схему национального состава этой территории. Еще раз, еще раз повторю, что столь малочисленное еврейское население, это сильная заливочка, объясняется той единственной причиной, что англичане саботировали мандат, который был им выдан, не пускали, жестко ограничивали смехотворенные цифры в 15 тысяч в год поток желающих спастись от гитлевского геноцида и приехать сюда, в результате чего была создана такая структура, сформировалась такая структура населения, которая, если еще раз внимательно на эту схему посмотреть, показывает, что от арабов вообще говоря, все, что им надо было делать, это ничего не делать. Им достаточно было тихонечко посидеть на берегу и дождаться, когда река принесет на них труп врага. Ну, говоря более ясно и понятно, на той территории, которую международное сообщество по этому решению о разделе отвело под будущее еврейское государство, еще раз повторяю, то ли 45%, то ли 50% уже было арабов, это население после создания государства должно было получить все права гражданства, соответственно, доступ к медицине, доступ к социальному страхованию, соответственные последствия по росту численности населения и через некоторое достаточно непродолжительное время, вопрос о еврейском государстве в этом регионе был бы закрыт сам собой, но арабы не стали ждать, еще раз повторяю, понять их можно, соблазн был дьявольский, была нарисована такая замечательная карта, такая полосочка, вот эта полосочка 18-километровая, конечно же, манила, манила и призывала одним коротким ударом объединенными усилиями армии шестиарабских государств, все это дело выкинуть в море и закрыть этот вопрос навсегда. О том, что из этого получилось, мы будем говорить в следующей, третьей части нашего сериала. На сегодня спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok